Приветствую Амигос! Сегодня заценим очередную премиумную машину. Это прототип БМПТ, то есть прототип терминатора. Данная премиум техника была доступна при покупке набора раннего доступа, платинового, по-моему, как-то он назывался. Вот, по-моему, самый крутой набор из всех, когда был. В общем, это не мой аккаунт. Я взял, вернее, человек сам написал, мне предложил погонять на его премиум тачках. Видно, что чувак не бедствует, у него вообще вся премиум техника в ангаре есть. Вот это, я так понимаю, мы посмотрим чуть попозже. Вот, знаю один топовый в кавычках клан, во всяком случае, как они себя сами считают, которые увидят, что я взял у кого-то аккаунт и побегут сразу жаловаться своей маме и администрации. Говорю сразу, что у комьюнити-менеджера я спрашивал, вроде как они не против. Брать можно, в отличие от одного соседнего проекта, где людей за такие вещи сразу банили. Вот, в этом видео, значит, пока не буду высказывать никакие свои мысли по поводу этой машины, какие бы они ни были. Я этого подождем до того счастливого момента, когда я выкачу топовые прокачиваемые варианты этой тачки, которые действительно что-то нагибают, вроде бы как. А пока эту тачку заценим просто как премиум машину, которая добывает, создана для того, чтобы добывать деньги. Но, в принципе, ее сейчас уже получить ни у кого возможности нету, потому что наборы раннего доступа уже, как я понимаю, не продаются. Итак, значит, ну, меня уже избавили от необходимости подбирать оборону на этот танк. Видно, что вспышка поставил, какой знакомый ник, поставил сюда улучшенную трансмиссию, усовершенствованную механику. Ну, бросается в глаза сразу, что он не поставил ничего ни на сведение, ни на там, ни на дамаг, ни на что, потому что эта тачка как бы с автопушкой, поэтому у нее другие особенности игры, нежели у ВТ, нежели у машины, которая обладает хоть каким-то нормальным орудием, значит, она может стрелять бронебойными снарядами с пробитием 120 миллиметров, что, по сути, на этом левеле против танков, я так понимаю, что вообще ни о чем. Это вот РДФ, Тайфун всякие, БМ-ки нейтрализовывать. Возможно, это и есть назначение машины поддержки. Против танка здесь есть ПТУР под названием АТАКА, который наносит сумасшедшую цифру 398 урона, что, собственно, тоже как бы ни о чем, но я вижу, что скорострельность аж 30 выстрелов в минуту, может быть, он кучностью вваливает. Сам я на этой машине еще не играл, поэтому пока что не в курсе. Стоит, значит, здесь дополнительная оптика на 30 метров обзора. Вот, значит, и что еще? Тогда почему здесь не стоит командир танка с бонусом на дальность обзора? А, он не открыт. Ух ты, а это что за хрен усатый? Ха-ха, 1% зарабаемой репутации? Федор Соколов, Санкт-Петербург, Россия. О, земеля. Федор с детства интересовался армией и всем, что с ней связано. Когда ему исполнилось 18 лет, он передумал и стал гаситься от военкомата. Ха-ха-ха. А, нет, он не стал ждать повестки и самостоятельно пришел в военкомат. Вот, чувак. Его определили в танковую часть, ну, потому что Федор, видимо, был ростом метр шестьдесят, где он отслужил срочную и три года по контракту. Федор неоднократно бывал в горячих точках, принимая участие в боевых действиях. А, после увольнения он устроился консультантом на киностудию. Ну, конечно, ведь киностудии только и ждут, когда к ним придут на работу танкисты из горячих точек. Но мирная жизнь казалась ему бессмысленной и однообразной, и когда к нему пришел вербовщик из частной военной компании, Федор собрал свои вещи в рюкзак и пошел в зону. Он хотел найти монолит. Ха-ха-ха. Он не заставил долго себя уговаривать, понятно. Ладно, а что за перки-то у тебя, хоть ей? Так, у него... У меня просто такого нету, я не знаю, что это за командир. Плюс к зарабатываемой репутации. Это очень важный перк, он в бою люто помогает. Десять характеристикам остальных членов экипажа. Вот некоторые считают, что это очень полезный навык. Плюс 20% скорости прицеливания. Условия обнаружена машина противника. Еще, кстати, вот не хреново, на самом деле. Очень даже не хреново для легких танков, которые играют с тем же стилем боя, что и я. То есть они на передовой обнаруживают врагов. То есть ты обнаружил врага, у тебя хоп, 20% скорости прицеливания. Мол, не вносно практически у него. Это на самом деле очень классный командир для ЛТ-шек, походу. 40 метров к дальности обзора. Ну да, я так и понял, что он для ЛТ-шек. Странно, что его не прокачивают. Вспышка. Эффект 20% здоровья экипажа. Нахрен не надо, сейчас экипаж в игре бессмертен практически. Раз в 10 боев у меня кого-то контузит. Ты то юзаешь аптечку, которую уже некоторые люди даже не возят. Видите? Потому что экипаж надо нерфить. 20% скорость вращения башни. Условия. Как я не люблю перки с условиями обнаружения машины противником. А, логично. Так, быстрое обучение к опыту, получаемому экипажем. Тьфу ты, блядь. Вот первый и последний перк тут все портит. Все остальное здесь вообще идеально. Но, бонус к репутации. И экипаж. Экипаж и так довольно быстро, если у вас премиум куплен, обучается. Так, а это что за фантомас? Урон к узлам вражеских машин. Ну, это для арты хорошо, наверное, разве что. Огнемет, эффект, вероятность поджечь вражеский двигатель удваивается. Точно для арты. Пироман, эффект, плюс 5 секунд длительности пожара в вражеской технике. Интересно, каким образом пожар на борту вражеской техники связан с умением командира танка, осуществившего поджог. То есть, не знаю. Урон членам экипажа. Рев пламени, эффект. Минус 20% времени перезарядки. Условия возгорания двигателя вражеской машины. Это пипец. Это что за командир танка такой? Минус 50% времени перезарядки. Ёптеть. Возгорание двигателя. Ну, это крайне. Это на тайп. На тайп 59 его надо сажать. Тайп горит просто как Джонни Шторм. Чуть что, пламенее? Эффект минус 10 к разбросу. Ну, такой голимый, честно говоря, командир какой-то. Так. Еще я бы хотел к дальности обзора. Вот какой командир должен съесть на БМПТ, мне кажется. Так, сейчас таблица обновится. Нет. Информация. Дальность обзора 500 метров стала. Вот так вот. Но я понимаю, почему здесь сидела эта украинская танкистка. Потому что, видимо, у нее шансы критов там при каких-то условиях люто повышаются. То есть, этот танк типа должен резить и всех критовать. Еще я никогда не понимал. Я, конечно, не такой бог весть, какой великий игрок на этих автопушечных машинках. Но я не понимаю, зачем у них сжигательно-фугасный снаряд. По мне, так он что-то как-то совсем... Ну, добить разве что кого-то. А, может стрелять по тем, кого вообще пробить не можешь. Ладно, сейчас в бою разберемся. Значит, модули менять не буду. Потому что съем стоит денег. Судя по количеству према и золота, в принципе. Ладно, хрен бы с ним. Ну, посмотрим, каков... А, кстати, а что у него с подвижностью-то? У него обзор-то отличный. Разгон от нуля до 32, 5,7 километров. Это, по-моему, что-то долговато как-то. На мой взгляд, для разведчика. Скорость 73,95. У них что, у всех тут все за 70 переваливает? Ладно, будем посмотреть, что как в бою. Так, поглядим. Ну, что, вечная мерзота. В принципе, шестых левелов хватает. Пара пятерок. Значит, БМПТ. Я уже имел удовольствие сыграть на ней. Скатать на ней боек. Не стал его записывать, потому что это была карта реактора. На ней у меня просто дикие просадки, на самом деле. В этом обновлении. Вот многое говорят, пишут в комментах, что... После патча начались просадки. У меня вот на одной только карте ощутимые просадки. До 30 фпс это на реакторе. А на той карте, где никогда такого ничего подобного не было. Она как раз одна из всех карт была, которая не лагает. А теперь она вся в просадках. Не знаю, что они с ней сделали. Вот. С 1100 здоровья, конечно, у этой машины это капец как мало. Это вообще ни о чем. Поэтому, если это и машина поддержки танков, то даже не второй линии, а... Я не знаю, какой. Короче говоря, только ПТУР, только кусты. Иначе она просто... Ну, три выстрела, и мы в ангаре. А пробивается она довольно просто. В общем-то. Ну, поэтому, товарищу ПТУРами... Я жду такого, который зазевается. Где же ты, мой принц? Пулемет, потому что... Ну, вы сами не видите, да? Его точность. Можете оценить, что он... Хотя он 140 попадания, движок. Он очень косой, на мой взгляд. Ну, нет, не это попадает. Давай, господи, заряжайся. А, я понял, кстати, почему здесь сидела Руденко. Там, наверное, у нее он взял перк на скорострельность. То есть, чтобы быстрее из этих пулеметов разряжаться. Ну, не знаю. По мне так... Все-таки перк на обзор, он тоже на дороге не валяется. Так, ну что, попробовать давить, что ли? Команда, вижу, что довольно пассивная. Никто ничего давить не хочет. ПТУРить тут некого, потому что... Мне кажется, мало танков у них в команде. В основном это машинки. А машинки из пулемета должны ушатываться просто в лед. Динамика у тачки, ну, в принципе, довольно неплохая. Она не такая гоночная, если с горы не едет. Конечно, как легкие танки, но и не такая долгая, как у БТ. Это что-то среднее между ними. Но еще бы. Ее не обременяет тяжесть башни, да. Установка, видимо, не такая тяжелая. В плане заметности, но... Параметр у нее тоже достаточно высокий. Поэтому пытаться прокачивать скрытность машине... Как прокачивать? В смысле сажать сюда Сабрину вообще смысла как-то не вижу. Может кто-то... Ай, черт. Кто-то, безусловно, наверное, пробовал это делать. Думаю, дело гиблое. Все-таки сказывается, что он сделан на базе танка со всеми вытекающими. Ну что, отсюда все сдриснули, что ли, я так понимаю. Никого не осталось. Ух, как с нее здоровье слетело, а. Вот главное здесь это найти какую-нибудь картонку, которую ты можешь пробивать из пулеметов и выдать ей. Буденовскую очередь. Не знаю, почему Буденовская. Угроза ликвидирована, смотрите. Полторы обоймы, два врага. И это мы вдвоем с чуваком на МБТ-хи давим. На БМПТ-хи, блин. Да. И теперь арта наша цель. Поэтому я так поеду-ка я вперед и ее за крышу, пожалуй. Не то, что я жадный до фрагов, просто надо же скиловать. Более по арте легче попасть, чем промахнуться, но враг уничтожен. Хотя мы вместе по ней шмаляли. 18 патронов в обоим еще остается. Этого хватит, чтобы добить шотиков каких-нибудь ближайших. Если они, конечно, не будут сесть за вагонами. Давай, давай, давай. Черт. Ну, не смогла машина его выбить. Так, ну что, пора заехать в тыл к танчикам. Я редко, кстати, юзаю захват цели. Почему-то. Потому что я про эту шикарную функцию ЛТ вообще забываю, честно говоря. Я не так часто играю на этих ЛТшечках. А вот и борт 72. Боже мой, какая прелесть. Угроза ликвидирована. Да, конечно, зайдя в борт или в задницу, эта машина просто разрывает в лоскуты все живое вообще, что есть. Неправда, мы не тонем. Давай, давай, господи. Емщик, гони лошадей. Ну, залезь ты в гору, сволочь. Отлично, отлично. 2-300 дамага уже в копилке лежат. Это мне обнадежит, что можно подслиться уже так немножко беспалевно. Ну, ну, ну. Да, цель танк, но он стоит ко мне вроде как не той проекцией. Нежеланной задницей. Хотя хер поймешь, его там не видно даже. Давай, пулеметчик Ганн, скрути свои диски. Черт, надо было смелее высунуться. Давай, ну что, МБТ-ху зажмем с двух сторон бутербродиком. Отдуплили, отодрали. Да, не, играть... А, черт, все, что ли? Не, играть взводом, конечно, на двух терминаторах, это кайфово. 2-700 дамага, полученного всего 53, при этом мы давили. Ну, вот, собственно, карта Холодная Сталь, средней сложности условия в бою. И вспышка... Даже на чужом аккаунте такое чувство, что я какая-то... Узнаваемая ли... Как сказать-то? Вспышка. Ну, я, да, есть такой вододел вспышка, но как он пишется транслитом, и он, по-моему, картошечку котирует. Хотя многие из них теперь котируют и то, и другое, и третье, и десятое, лишь бы видосы смотрели. Собственно, в город, я так понимаю, что лучше на этом танке поддержки... Парадокс. На машине поддержки танков в условиях городских боёв лучше в город не ехать. Та-дам! Прикольно. Вспышка, ты был на Агиконе... 2014. Вспышка, ты был на Агиконе 2014? Ответь ему потом. Я просто не знаю, был ты, не был. Я вот так напишу. Так. Надеюсь, это положит конец вопросам. Да, что-то у них команда кинулась сливаться от души. Отъехал. ERC-90 из клана Литва. Так, МБТ-70, как он там стоит? Хреново он там стоит. ПТУР туда не пустишь. Так, 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 тихо. БМБ... Ну, понятно, что она за мостом тоже, да? 72 Урал. Ты-то у нас чего? Ну, всё понятно, что на этой карте, на этом направлении люди уже нашли себе места, в которых они могут танковать от башни. Так, ракета пошла. Блин, и цель ушла. Ну, блин. Вот за это я ПТУРу ненавижу. Они, не знаю, как-то медленновато летают. Ну, стрелять в Урал, в лоб, из пулемёта, ну, это как-то криминалити совсем. Цель обнаружена. И я обнаружил. Буду подсветку давать. Может, команда кого и расковыряет. Ну, светишь ты, а дальше спрашивают. Ну, это вражескую арту они спрашивают, как бы. Которая кидает сюда световые снаряды. Без устой лесной отдыха и выходных. Она действительно нафигачивала здесь. Опа, 72-ка отъехала. Но это не по моему засвету, к сожалению. Остался леопердыш. А то можно, в принципе, одного уже и забрать в корму. Но я один с этим, конечно, не справлюсь. А, без урона. Потрясающий российский УВН перешёл и на терминатор тоже. Я хочу заметить, что он ствол, что-то пулемёты свои он хреново опускает. Ну, что, кто-нибудь едет помочь-то? Эй, господа. Я даже вам помечу его. Ладно, давай. Может, дать мне свою плюху. Четыре выстрела оставалось. Не добил бы, мне кажется. Ой. А дамаг-то где? Чё, забыл? Забыл задамажить, что ли? Цель уничтожна. Ну что, так. Чифтан как у нас там стоит? Пердачком ко мне? Или он? Ауч. Арта, да. Ух, арта шмаляет. Надо бежать, надо бежать. Видите? Почему вот я на арту не вайню? У меня арта всего накидала сколько? 130 дамага. Потому что, когда по-моему стреляют арта, это значит, что хватит стоять. Надо шевелить свои задницы. И тогда по-моему попадать не будут. А, так. Ну, с другой стороны, я не на медленном-медленном танке, а на, в принципе, маневренной-маневренной машине. Ну, пожалуйста, там же кусочек торчал, почему ты не попадаешь? Так, Чифтан. О, еще что-то. Это ВФМ меня, да, светанул? А, истребитель. Птуры пошли, птуры пошли. Птуры не дошли. Хотя, один, один птуры его кацанул. В ожидании помощи. Так, я думаю, что арту у нас уже вырезали. Да, у нас всю команду уже вырезали. Можно успеть стингера покоцать. Это, наверное, максимум, что я могу еще успеть в этом бою. Он на ходу вроде косоватенький. Ага, особенно если на пулеметы не переключаться. Ай, семь жизней оставили. Ну, я еще путаю просто педали. Я на этой машине играю. Третий бой без пяти минут. Поэтому забываю переключаться между турами, пушками. Бэм, 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 бэм. Кончилась обойма. Ах ты. Сзади-то как по-гейски. Фу. Фу на тебя. Ну, две три ста дамага. Ну, хорошо. В не самой сильной команде. Не. Так, предгорья. Лагучие, сыпающиеся предгорья. Однако расклад просто грамотный. Одни пятифоны. Ну, для премов шестого левела это расклады, я уже говорил, что частенько бывает, кроме как для тайфуна. Вот на тайфуне я так часто никогда не попадаю в топы к пятеркам. Тайфун в этой игре он вообще создан, чтобы на нем страдать. Я свой тайфун с удовольствием на терминатора маханул. Даже с доплатой. До чего? Вообще, я не знаю. Тайфун это детонатор для моей задницы. Я не знаю. Как в бой не зайдешь, обязательно выпадает горящий песок, где на нем нечего делать. И ты где-нибудь в заднице еще при этом. К-к-к-комбо! Мне кажется, или что-то этот чифтан другого цвета. Светленьким какой-то по сравнению с моим зеленым терминатором. А, я думаю, что здесь надо ехать на терминаторе на восьмую линию, учитывая потрясающий обзор, который удалось у него раскачать и развить. Сейчас поглядим, что он тут насветит. В принципе, у них тут тоже есть кому светить. Надо этого Иоанна-осветителя выпилить отсюда. Он как почуял, как почуял. Смотри, как дал по педалям. Нет? Колеса ему, простреливай колеса. Да я заметил, что вот этим машинкам сколько колес не простреливай. А без движения их не удается. Так кто ко мне втащил? МБТ? Откуда столько дерзости, чувак? Повезло им в этом МБТ, что у него Фокс не в кустах стоит, где-то в заднице, а здесь светит. Только поэтому в него еще не летят мои Птуры. Птуры Аполлона. Хорошо, а если я танкану от этой своей башни? Ай, нравится! Ай, хорошо! Что, Фокс отъехал? Нет, он жив еще. Ты посмотри. Красиво визуально взрываются цистерны, когда они взрываются не от тарана. Так, я думаю, надо обойти всю эту кухню немножко с фланга. О, уже, уже счет 14-11. Да, этим чувакам ловить тут нефигу. Чифтан, молодец, поехал палить эту позицию. Подожди это, ептись. Сейчас. Сейчас все будет. Все фраги наши будут. Да, я только перееду. Что, БТРК? Хочешь поперестреливаться? Да, хрен там. Птуры врезаются в камень. А жаль-ка. Ну-ка. А если мы еще немножко объедем? МБТ даже в борт хреново пробивается. Из пулемета. Да, ну конечно, пока он долетит там. Уже от старости, наверное, там взрывчатка в полете отсырела. Ну все, они задефились. Больше тут нехрен делать. Нормальные герои пошли бы в обход, но что-то так впадло, так впадло. МБТ причем видит. Ну вот была бы заметность чуть поменьше у терминатора, было бы попроще. Но хотя вот Леопард меня сейчас не выпалил, да, на этой позиции. МБТ-ху в бортеру разобрать вообще не судьба, наверное. Дым пошел. Присунул все-таки на 540. Ну, Чифтан, ну иди ты танкуй, ну у тебя же броня, у тебя жизни, как у Мауса, помноженного на два. Ну давай, ты что-нибудь делай. Почему ты трешься там же, где трется моя машинка с тысячей здоровья, ёптать. О, сейчас я тебе еще и ПТУРом по башке заеду, вот это будет вообще классно. От врага не хочешь патроны получать, от своих получишь. Как тебе такой ченч? Ай, нравится. А теперь зажигательных мне обойму. Так, МБТ, походу, никто не хочет добивать. Ааа. И Чифтан в жопу, блядь. А, леопарда кто-то, кто-то снес все-таки. И до леопарда добрались. Да, команда разрываторов, вот когда она нужна, ее нету. Сидишь там, звезды, с пяти попыток снимаешь на каком-нибудь девяностом. Тут опять, а, это труп чей-то. Я уже думал, камень в кустах заныкал на манере одной известной белорусской игры. отведай, фугасный россыпи. Гори, гори, гори ты нахрен, а. Не вспыхнул, не вспыхнул он от вспышки что-то, но и того, чего, с 1769 урона я выскреп в этом бою, но тут, что успел, тут нанес, потому что команда накинулась, как я не знаю. просто команда пошла в разнос уничтожать все живое со всей пролетарской ненавистью прошлась Ололу Рашем по их флангам. Люба, дорого смотреть, когда-нибудь, глядишь, так все играть будут. Ну, давайте подведем итоги боев. Значит, в этом бою 1800 урона, то есть, урон по невидимости еще был нанесен, да? Ну, понятно, тут я не самый, не самый-самый, при этом, 1000 опыта ушло в свободный, 206 тысяч денег, бонусы какие-нибудь активные, активные, 30% я, кстати, таких почему-то не видел. Вот, только поэтому тут так много бабла получается, 30% бабло завезли. Это были предгорья, холодная сталь, предыдущая карта, 2700 дамага, хотя в бою показывало 2300, по-моему, то есть, Птур еще в невидимость улетел, разведчик, железный воин, 1800 денег за поражение, ну, помним, да, про бонусы, но по дамагу я в топе оказался здесь. А, и что еще было? Холодная сталь, и, ну, тут энергетики всякие. Вечная мерзлота, вечная мерзлота, мерзлота, 2700 урона по разведданным, 4500 опыта и 290 тысяч бабла опять-таки с бонусами, не с бонусами, а с бонусами буду говорить, ёптать, против клана Изи сражались. Ну, в принципе, подводя итоги, чем нужно сказать, для разнообразия машинка очень даже прикольная, повезло тем, кто имеет ее в своем ангаре, чисто, когда нужно фармить, я не играю на одной конкретной машине, а сначала на одной, потом на другой, потом на другой, потом на другой, то есть, только этим фарм здесь в игре не задалбывают, учитывая, что за цену какого-нибудь ИСа 6, из картохи здесь можно купить вообще все премы, наверное, какие есть, если они не входят в коллекционные наборы. Вот, поэтому БМПТшка довольно прикольная техника, да, она может в топе по дамагу бывает редко, если не стоит в кустах и не птурит, вот, но она не может довольно неплохо поддерживать атаку, скажем так, это же машина поддержки, пулеметы ее наносят дамаг, она привозит деньги, а что еще надо? В принципе, все у нее для играбельности есть, и динамика неплохая, но защита для своего левела довольно своеобразная, конечно, вот, а так машина намного лучше, чем Тайфун со своей прекрасной пушкой, во всяком случае на ней играется интереснее, чем на Тайфуне с его прекрасной пушкой, вот, ну, а денег, ну, денег он, как видите, добывает, не знаю, больше или меньше Тайфуна, у Тайфуна все от карты зависит, тут такой зависимости в общем и целом, как будто нет, ну, на этом, в общем-то, все, пишите, жмите, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok